Молдавский футболист Молдавский футболист Сейчас он Молдавский футболист Как вам пришла в голову идея Заняться бизнесом? Что стало основой этого решения? Ведь вы действующий футболист У вас ежедневно тренировки Тем более, вы сейчас игрок Тираспольского шерифа Это значит, что вам постоянно Приходится делать челночные рейсы Между Кишиневым и Тирасполем Для того, чтобы ежедневно приезжать на тренировки Как пришла идея Заняться бизнесом? Идея у нас много Потому что мы обслужили Университет для географии И как футболист Мы всегда ходим в различные страны Мы ходим в контурнеры На интернациональные места А сегодня Мы в целом 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 И плюс Поехали Мы в целом Мы в целом Мы в целом Мы в целом В целом Мы в целом Мы благодарны И мы продолжаем Мы работаем У вас есть туристическая агентство Скажите пожалуйста Высока конкуренция в этой отрасли? Много претендентов на то Чтобы пригласить человека И предложить ему выгодные условия Для зарубежной поездки? Много претендентов Мы хотим, чтобы мы собираемся, чтобы мы собираемся, чтобы на какие-то условия, которые будут меня привлекать, я поехал, ну не знаю, в Болгарию или куда, что вы мне предложите? Вот давайте я пришел к Иону Жордану как руководитель рекламного агентства, я обыкновенный посетитель, и говорю, подскажите, куда поехать отдохнуть, по какой цене и какие, так сказать, или скидки, или выгодные условия, preferенции, как говорят, для того, чтобы я согласился именно через ваше бюро, ваше агентство, осуществлять свой отпуск. В primerном случае, когда мы спросим, все интересные по нам, как люди начались, где они приехали, в что период, в коментстве они получили, в том числе, в бюро они получили, подсказали при, в том числе, артуре, по мне предложения на пороге... или чуть-чуть более модельно и более поднимать пляжу. И, опять же, мы пытаемся искать лучшие варианты, чтобы исключить периоды вверху, где предыдущие 40% больше, чем в экстрасезон. Мы пытаемся поверить туристу, который будет предоставить в экстрасезон, то есть в конце концов или в конце концов, когда он будет получать отвертой более полезной. И так же, если на футболисты, на спортивы в целом, вы стали вдохновителями еще одной идеи, еще одного бизнес-проекта, это поездки и путешествия внутри нашей Молдовы. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении вашей деятельности. И если я, например, опять же, конкретно моделируем ситуацию, захочу сегодня уехать в Бельце, что для этого нужно предпринять, чтобы воспользоваться услугами, ну, я не знаю, это ваше агентство или отрасль, отрасль вашего агентства. Короче, я обратился к вам и говорю, вот, не нужно уехать сегодня в Бельце, и может быть даже дешевле, чем это предлагает транспорт с городских автобокзалов. Мы нашли, на сфрешат у луи, у септембрии, у платформы нон-комерчал, хайкуминя.мд, у них пасагерии и шоферии се conectеазе и паркург у дистанта аномита. К примеру, шоферу се регистрая по сайт, пласеаза оферта Кишинау Белц, дупо care, ультериор, тости пасагерии, которые у дурум или плэкарь дин Кишинау спре Белц, индикам системы для каутари extrem дешевле, Кишинау Белц, и апарь то те оферты. Дупо care, у них есть больше оферты, больше курсе, с деферите машини, с деферите претсу. Да, 65 лей, кажется, стоимость паески, если вы используете маршруткой. А как анализируется информация, как состоялась поездка, доволен ли пассажир, как вел себя водитель, в то же время водитель, может быть, тоже что-то хочет сказать о особенностях тех пассажиров, которых он перевез. Это все анализируется потом? Да, пентурной, челно-импортант, сигуранца пассажири и шофери. Допо, векаре курса, векаре мембру, премештем кестионар, и записал с фактами, выполнял ли пассажири и выполнял ли пассажиры. Примеште пару фактам, шофери, по-доге дизайм, шофери, за昨им, или посерью деку, если вы был умный, если вы был хорошо, если вы не выиграли в этом случае, если вы были сильны и если выиграть шоферный уровень, так же и шоферный, после каждого курса, если выиграли что-то, что-то не понравилось для пасажер. Так, в курсы на следующем годах, пасажерии будут видеть какие рейтингы шоферный и какие ответы были вшелы от пасажера. Возможно ли сказать, что благодаря тому, что вы занимаетесь бизнесом, вы уверенно смотрите в свое будущее, вне зависимости от футбольной профессии. Все-таки век футболиста не так продолжительен, к сожалению, есть такое понятие, как травмы, люди подвержены болезням и так далее. Не желаем вам этого, конечно, но можете ли вы сказать, что вы уже знаете, чем вы занимаетесь сейчас и чем будете заниматься после окончания спортивной карьеры? Да, я с уверенно знаю, что я буду заниматься с тем, что я буду заниматься с этой карьерой. В общем, этот программ я уже занимаюсь, когда я занимаюсь профессиональным футболом, в 18-22 часа, я приезжаю на университет, я учусь, после того, как, после массы, я приезжаю на тренинг, и именно такой программ я уже занимаюсь сегодня. В течение вечера я приезжаю на официю, на бюро, пытаюсь администрировать свои работы, после того, как, сера, я занимаюсь на тренинг. Конечно, футбол это на первом плане, это преимущество в моих активностях. Я пытаюсь работать дополнительно, чтобы я становиться более хорошим. Прогрессируем. У вас есть, наверняка, люди, которые работают в системе вашей компании, и вы получаете информацию о вашем руководителе? Я, как администратур или руководителе, я пытаюсь дать им все, чтобы не дать лишнее, для того, чтобы они получились от артурата, для тех, которые нужны, в этом же время. Я пытаюсь показать, что в рецептах, я пытаюсь, с того, что они не помогают в футболе. В темное, я пытаюсь дать им ещё один серый. Я пытаюсь, они не помогают в футболе. Это основной зарплаты, но еще есть первые объективы выполнены, увеличиваться в campeонатах или в мячах. Я пытаюсь, как и я, заставить все эти условия, которые они нужны. Вопрос, наверное, немного неожиданный, потому что мы говорим о бизнесе. Почему Игорь Иванович Добровольский прекратил вас приглашать в состав национальной сборной? Я, в последние две недели, в последние месяцы, в последние месяцы, я проведу несколько мячей в campeонат. Уже мы увидим в будущем. Мы начинаем сургончево, пытаемся увеличить, прогрессировать. Объективный принцип, в момент момент, это то, чтобы пройти больше мячей для Шерифа. И, в последние месяцы, мы увидим, что это будет решать. В последние месяцы, в последние месяцы, я уверен, что я не буду играть в последние месяцы, я не буду играть в последние месяцы. Я не буду играть в национальной сборной. В несколько дней, в вашем клубе предоставил тяжелое испытание в Лиге Европы матч с московским локомотивом в Тирасполе. Как вы ожидаете этой игры? Мы очень уверены в этот мяч, потому что, в первые мячице, в самые первые две мячи, в Слин и Копенхага, мы показали, что мы можем играть, что мы имеем качество, что мы можем выделять множество, что мы можем выделять пункты, чтобы выделять пункты на каждой эхипе. Сегодня вы представили в двух эпостасиях, как действующие футболисты и как бизнесмен, я хочу вам пожелать и в том направлении успехов. Спасибо, что нашли время, пришли к нам пообщаться со спортсмд. Удачи вам, как в ближайшем будущем в игре с локомотивом. Успехов, хорошей игры в национальном чемпионате и всего самого доброго. Спасибо.